Итак, пять мифов о работе психолога. Первый миф. Только если ты псих, тогда тебе нужен психолог. Итак, психолог – это не тот, кто работает психами. Это тот, у кого берет людей, у кого и так хорошо, но им надо улучшить. Или в какой-то сфере у него не совсем хорошо. Например, у нас девять сфер. Семья, карьера, бизнес, отношения. То есть, например, у него там в трех-четырех хорошо, а одна где-то в какой-то эмоциональной яме. Поэтому задача психолога – вывести своего клиента в партнерских отношениях на новый уровень. Миф номер два. И он выглядит так. К психологу обращаются только слабые люди. Итак, в чем миф этого? Ко мне обращаются наоборот такие бизнесмены, которые понимают, что им нужен человек со стороны, который выведет некорректные программы. И как раз ко мне обращаются только сильные люди. Ну, вообще, люди не делятся изначально на слабых и сильных людей. Люди – они люди. Просто одни оперируют свои силы и осознают свою силу. Вторые пока не осознают свою силу. Миф номер три. Психолог может нанести непоправимый вред моей психике. Непрофессиональный, не обучающийся. Вот эти, которые психологи двух недельки или два месяца. Они действительно могут нанести непоправимый вред. Ко мне приходило достаточно много людей, которые после вот таких непрофессионалов действительно получали вред. Поэтому вы выбираете профессионала и вы доверяете свою психику. Вы же не обращаетесь, когда у вас болеет тело, к какому-то непрофессионалу. Вы же идете к врачу профессиональному, вы его узнаете. А тот как? А тот как? А тот как? А тот как? Поэтому да, психологи могут нанести непрофессиональный, только непоправимый вред, только если вы сами отдали себя в руки непрофессионала. Четвертый миф. Если пойду к психологу, то отдам всю власть над своей психикой в его руки. Задача психолога – работать в партнерских отношениях. Нет такого понятия. Психолог свыше, его клиент сниже. Мы работаем как два равнозначных партнера. Пятый. После работы психологом откачусь на то место, с которого иначе. Опять, если вы работаете с непрофессионалом, и он не проработал ваши эмоциональные ямы, эмоциональные пристрастия, то да, такое вероятно. Люди, которые работают со мной, мы закрепляем результат, мы выбираем точку А, идем к точке Б, закрепляем этот результат и снова от этой точки идем к точке Б. С многими клиентами я работаю уже по 10-15 лет, потому что вот человек пришел, мы достигли результата и снова результат.